В Самарканде началась международная неделя паломнического туризма. Она объединила на одной площадке ведущих исламоведов со всего мира. Цель – раскрыть потенциал паломнического туризма страны и продемонстрировать имеющиеся возможности Узбекистана мировому сообществу. В рамках предстающей недели запланированы выставки, форумы, семинары и научно-практические конференции. Об эффективности реализуемых мер по развитию данного вида туризма – наш следующий материал. С начала года по сегодняшний день Узбекистан посетила 3 миллиона 600 тысяч туристов. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2021-го. Комплексные меры, направленные в нашей стране на развитие туристической индустрии, особенно паломнического туризма, дали ощутимый результат, превратив сферу туризма в драйвер роста экономики Узбекистана. В 2019 году во время первого международного форума по зиоратуризму была принята Бухарская декларация о признании Узбекистана одним из международных центров зиоратуризма. Кроме того, на 11-й сессии Организации исламского сотрудничества принято решение объявить ХИВУ столицей туризма исламского мира 2024. И еще один важный момент. В этом году на саммите в Сингапуре город Самарканд стал обладателем двух премий. Адрес исламского наследия года и самый развивающийся мусульманский город года. Таким образом, Узбекистан в этом году вошел в десятку сильнейших в мире стран. По предоставлению удобств мусульманским туристам, согласно рейтингу World Muslim Travel Index, Узбекистан с 32-й строки поднялся на 9-ю. Мониторинг по глобальному индексу мусульманского туризма мы начали делать с 2015 года. Имеется 50 критериев оценивания. Узбекистан тогда был на 29-м месте, а сейчас уже в числе 10-ти лучших стран. К 2028 году число туризма во всем мире достигнет 235 миллионов человек. Узбекистан имеет большой потенциал для развития этого сектора. Судя по данным, в результате работы по популяризации паломнического туризма и адаптации инфраструктуры под данное направление туротрасли, Узбекистан значительно поднялся в рейтинги. Ваша страна делает хорошие успехи в развитии паломнического туризма. В рамках недели запланирован ряд мероприятий. В частности, в этот же день начала свою работу выставка под названием «Современная исламская архитектура». На ней были представлены более 40 лучших образцов работ каллиграфов со всей республики.